Еды я тебе положила много. Голодную не останешься. Вернёмся вечером. Ах ты, Бузю мой, разрешаешь, дай себя гладить. Баттерфлай, Биг Баттерфлай Камин. Большая бабочка прилетела, а она вчера вообще вечером, не вечером, а вот когда Богдан приходил, она влетела в дом, залетела ко мне в комнату, проверила кондиционер, вернулась. И вот до сегодняшнего утра она сидела в комнате Саши. Так интересно. Утром он ей открыл это окно, и она вылетела. А так даже влетать не хотела. Я её так веничком направляю, а она веник облетает и обратно назад в комнату влетает. Ну, что вы мне там приготовили, да? Чё вы мне оставили? Пошли. Чалом. Лондри. Стирку мы взяли. Сегодня Саши говорю, давай меняем постельное. У себя-то я ещё вчера поменяла, когда там мне всё это пылью засыпали, когда ставили кондиционер. Я всё мыла, мыла, мыла и поменяла всё постельное. Сегодня ему тоже говорю, давай поменяем тебе постельное. Скидываем простыню, и падает кольцо его с сапфиром. Он говорит, а где ещё одну с изумрудом? На ночь снимал. Вот, положил под матрас. Я говорю, я не знаю. Простыню я уже сложила в стирку. Матрас перевернули, всё перетряхнули. С рубином нету кольца. Так, не с изумрудом, с сапфиром, да? Я с сапфиром сказала? Вот. Нету, всё проискали. Потом меня осенило, я говорю, слушай, а вдруг в этой простыне, которую мы сняли, мы ещё раз её перетряхнули, и из неё вот кольцо с рубином выпало. Я говорю, дорогая была бы стирка-то. Простынь с кольцами сдавать. Он говорит, ты здесь подожди, я отнесу лондри. Хорошо. Вот наша лондри здесь. Трачечная. Какой красивый рюкзачок в раджастанском стиле. Красота неземная. Папа, I'm here. Я тут, если что. Такие юбки. Для меня тут особо ничего нету. Тут на таких девушек, как Роза, шляпки я уже не ношу. Я ношу банданки. Сколько? Это? Такой, да, такой. Вот это будет 2 500. Вот такой вот. Это 2 500. Вот такой вот. Это в конопли. Да. Хорошо. Спасибо, по-моему. Может, дискаунт, окей? Может, говорит, дискаунт. По-моему, старт был такой. Старт был резкий. 2 500, как мне кажется, очень многовато. По-моему, вон они, белая машина. Я так думаю. Почему-то мне кажется, что они должны приехать на белый. Я не знаю, честно говоря. Приветики. Приветики. Я так и знала, что это вы. Почему-то я так и думала, что вы должны на белой машине приехать. Привет, моя дорогая. Привет. Привет, Танюшка. Привет, Рахул. Да, спасибо большое. Конечно. Прессу, да, прессу, как всегда. Вперед. Спасибо. Друзья, знакомьтесь, Татьяна и Рахул. Они были у нас в гостях, прилетели из Москвы, международная пара. Привезли нам подарки. Кстати, где ты такую лопаточку силиконовую купила? Тут такие продаются, нет? Нет, у меня еще есть одна. Вокруг я руля. Нет, ну ты что, я не буду тебя отбирать. Нет, у меня еще две, но и одна еще в запасе. Я вам еще одна. О, боже. Она хорошая. Она не это. Она нормально переворачивает и не гнется. То есть так хорошая. Не гнется и не рассыпается, не тает. Вообще отличная. Да. Я так ее заценила. Здесь таких нету. Здесь нету. Ну рассказывайте, как вы проживаете, как вы устроились, где вы пропадали, где вас на силах. Где мы пропадали? У нас приезжал его родной брат из Кувейта с семьей. Мы две недели были с семьей. Потом что еще? Потом он работает. Он кажется только в воскресенье получается, в выходной. А сейчас приехали друзья из Москвы. Моя подружка лучшая и ее молодой человек. И мы с ними там пока пять денечков на пляже. Но он работает, поэтому так никуда мы не ходили. Он меня потом довозит до них и... Где вы расположились? Где вы живете? Мы на моржем. А мы сейчас проезжать будем. Потом заедем. Заедем. Отлично. И какой сегодня план у нас? У нас сегодня мы едем на экскурсию, но это сюрприз экскурсия. Сюрприз экскурсия. Отлично. Обычно я люблю подготовиться немножко, чтобы что-то знать. Но раз сюрприз экскурсия, значит ты мне все расскажешь, да? Да. Но там нечего на самом деле нечего рассказывать. Ну да. Увидим. Увидите. Мы там уже были на самом деле две недели назад. Ага. Не, неделю назад. Так, купальник не надо одевать было, да? Купальник не надо. Я не взяла купальник. Мы сейчас можем? Ну, хотите сейчас расскажем. Мы едем в их зоопарк. Аааа, вот оно что. Ну, это далеко. Это от мапуса еще, наверное, километров 60. Ну, будем, если что-то красивое, будем останавливаться. Мы сами все хозяева. Супер. Захотели, остановились. Здорово. Хорошо. Ага. Спасибо за приглашение. Такое интересное. Мы бы приехали бы как-то договаривались здесь. Только у нас там на парковке все машины. Вот у нас, например, да? Припарковал машину, номер оставляешь. А там у нас я даже видео засняла. Они ничего не оставили. То есть наша машина была, получается, в самом конце. Я не знаю, куда он там ходил, но нормально. Мы вот сколько, минут 15 ждали, пока они все соберутся. Эти машины отпаркуют, чтобы мы выехали. Угу. Вот. Ну, ничего. Мы как раз, у нас даже очень удачно получилось. Приехала подруга-зрительница с прошлого сезона, Илона, из Риги. Прилетела. И она в 10 постучала нам в дверь. А, да? А я думала, вы. Думаю, надо же. Позвонили, сказали, на 10 минут опоздаете. А сами не опоздали. И вот мы успели хотя бы обняться, поговорить. И она рассказала, как там она доехала и как там она жила. Ну, хорошо. Так что вот эти 10 минут как раз были очень прямо даже необходимы. Замечательно. Ну вот, что не делается, все к лучшему. Да, да. У Бога уже на все есть свои планы. Вот. А мы повернули на нашем перекрестке, повернули вот в сторону Мапусы. Сейчас. Очень много друзей приезжают, все приезжают. Представляешь, она уже не нашла квартирки, как обычно, там по 20. Сняла комнату за 40. Уже 40? Ну, все, в два раза подскочила, да и все вот так, безо всяких. Какую рыбину-то она там продает большую. Это рыбный рынок. Фиш-маркет утром и вечером. В основном, да, рыбу и креветки они продают. Но я сейчас видела какого-то огромнейшего кальмара. Мне, Танюшка, подарок привезла с перышками, купальник. И такие будут вот, значит, воланчики на... Померю, спасибо. Ну да, я померю. Какой веселенький, спасибо большое. Не ожидала даже. Вот, с перышками. Першки люблю, да. Угу, благодарю. Не за что. Спасибо огромное. Ты здесь такой купила, интересно? Или в Москве? А, вообще. Ну, я теперь буду просто бабочка. Птичка. Не просто, да. Не просто ватрушка, а бабочка такая птичка. Пусть, да, здесь, ага. У меня новость, я начала водить байк. Да что ты. Один день. Когда? Две недели назад. Потому что мне надоело с водой, пока он на работе. Я же должна была как-то быть мобильная. Так-то я пешком ходила, но все равно, думаю, все равно там на рынок куда-то, за фруктами тоже хочется, потому что около дома ничего нету. Я говорю, давай учи. И он меня буквально, наверное, за полчаса ему показал, что он как. Я с ним проехала. И у меня сейчас был рекорд от Морджима. Ну, то есть не только сейчас, а от Морджима до Мапуса. От Мапуса до Морджима сама ехала. Ну, молодец, поздравляю. Ну, как тебе ощущения? Мне очень нравится. Понравилось, да? Да. Ну, я не быстро, я там километров двадцать, наверное, три-двадцать. Ну, так вот. Ага. Меня обгоняют все, но мне все равно, если честно. Так, я еду тихонечко со шлемчиком. Поздравляю. Тихонько. Ну, на самом деле, да, это все-таки тоже, конечно, свобода. Тем более, ты пока не работаешь. Но, кстати, меня Оксана просила твои эти данные, как мастера по маникюру. Ей очень нужно сделать профессиональный хороший маникюр. Я и сделаю, конечно. И педикюр тоже. Это все нормально по твоей обычной расценке. Все, нет, ну, я думаю, что мы не такие расценки будем делать. Расценки индийские. Потому что здесь, конечно, дешевле, чем в Москве. Ну, просто у нее знакомая пошла, записалась на маникюры. Оказалось, там пендианка и сделала очень плохо. И сделала просто обычный лак. Вот не, как сейчас уже делают. Гириллаки там, шиллаки. Просто намазала обычным лаком. Руки да ноги и все. Не, сделаем, конечно, сделаем. Но, да, вот эта новость как раз я вот хотела сказать. Поздравляю, поздравляю. Теперь с байком будешь. Да. Будешь сама в гости приезжать, если что. Да, но ты все равно, я сейчас посмотрела, в принципе. Потихонечку так тоже можно доехать. Сколько? 20 минут, наверное, ехать от Морджима до вас до Аранголья. На 20 минут, наверное. Лет за час доеду. Потихоньку. Главное, что не торопиться. Отлично. У меня была, кстати, такая ситуация одна. Он даже, ну, говорит, давай, говорит, как будто меня нету. То есть ты езжай, как будто ты одна. Ну, ничего, то есть и ехал велосипедист со ступенью, получается. Ну, ступень и тазы. И какой-то типа КамАЗ вот такого. Там прям такое было маленькое место. И он говорит, ну, давай, вот как ты поведешь. И я прям вот, прям гордость, я прям аккуратненько так прям проехала. И этого объехала, и к этому получается. И он говорит, ладно, все, говорит, можешь ездить одна. Прям вот такая ситуация была напряженная. Ну, нормально. Молодец, молодец. I'm proud of you. Папа, she drive bike now. Да. Мы хотим buttermilk купить сейчас. Очень он освежает. В жару, особенно в такую. Да, бринк, please, buttermilk. Нет, нет, нет. Грин, 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 грин. Покажи, покажи, шоу. Смотрите, раньше в Агуадо, в форт Агуадо было бесплатно. А сейчас по билетику 100 рупий стоит вход в этот форт Агуадо. 10-ти до 7-ти до 30-ти. Угу. С 10-ти до 7-ти до 30-ти, да? Вот это Джель Мюзем. Ага. Да, ну там красиво, конечно. Ой, как хорошо. Зря вы не захотели buttermilk, такой холодненький, такой освежающий. Папа любит мангаласи. А папа мангаласи себе купил, да? А я в Ромбаня верну? Да, да. Он из Пенджаба. Он любит мангаласи. Мангаласи. Это ресторан возле Сиолимского моста, вот с такой зеленой подсветкой. А покажи, а крокодилы где? Нет, крокодилов не было. Крокодилы, говорит. Он просто проплыл. Проплыл в ресторане крокодил. Рядом. Получается, вот это вода. Ага. Ты сидишь прямо около этой воды, там рыбки плавают эти. Красота. Крокодильчик проплыл. Ну очень красиво, правда. Крокодильчик проплыл. Крокодильчик проплыл. А у нас всего лишь черепашка у Ру пока в ресторане будет жить. А тут целые крокодильчики. Змею мы видели на дороже. Змею? Да. Она такая... В живой природе, да? Ну вот просто ехали из Макуси тоже домой. Живую? Живая, проползала прям по дороге. Ага. Кого еще мы видели? Около дома у меня прям павлин пришел. Вот так классно. Вот это да. Сейчас покажу. Побрезали пальмы. Это франжипани, по-моему, кусок дерева. Вот сначала покажу вот это, но я не поняла, что это. А, обезьянка. Патрик пришел. Там такой прям патрик-патрик. Патрик-патрик. А, ну это лангуры. Это... Да. Я им бананы кинула, на следующий день опять пришла. Я говорю, нет, я больше не буду им ничего кидать. Да, да. К нам тоже иногда приходят лангуры изредка. В этом сезоне еще не приходили. This season, лангур not coming, папа, да? Ну, ну. В прошлые сезоны приходили. Before too much come. Before too much. А это утром проснулось в 7 утра, а у меня павлин пришел. Ой, павлин, мавлин. Павлин, мавлин, да. Супер. Ну, он хвост-то тебе распушил? Неа. Нет? Нет. 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 Саши говорит, когда он пошел с Богданом искать ему комнату, то они увидели там лангуров. У Богдана были лангуры за его домом. Я тоже еду. Хорошо. Я беру фрук-салат и сэндвич. А, ты хочешь сэндвич? Нет. А с чем у тебя сэндвич? Вкусно. Я купила. Я купила. Я купила сэндвич вегетарианский сэндвич. Вегетарианский сэндвич есть? Да. Можно еще... Моя любовь, я хочу оранжевую. Оранжевую. Сэндвич говорит, что очень хорошая беккери. Я, как никогда ее здесь не видела. Вот напротив этого памятничка, значит, недалеко от рынка Мапусы. Ой, посмотрите, она какая популярная оказывается. Здесь только всяких разных сэндвичей. Фрук-салат. Вот то, что она просила. Ого, фрук-салат такой огромный. Рахул, я тоже хочу фрук-салат. Да, я купил. Там киви. Я из-за киви. И вот следующее здание – это вот эта вот церковь пряничная. А следующее – отель. Темпл. 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 Мне кажется, он темпл Ганеши. Да. Здорово. Спасибо, что показал нам такое интересное место с фруктовым салатиком. Спасибо большое. Что? Сколько здесь стоит? А оранж-жус сколько стоит? Сколько стоит? Ну, наверное, сто. О. How much this? Он говорит, наверное, 100 рупий. Я думаю, 100 рупий. Вот посмотрите, как много всего. Разнообразие такое фруктов. Я куплю для вас яйцо. Окей, спасибо. Это пирожок такой слоеный с яйцом. Яйцо. Спасибо, спасибо. Да, ага, в мапусе можно будет съесть чаю попить. Спасибо. Вот такая вилочка. Чай пина? Киви, ананасы, папайя, виноград, бананы. Там внизу яблоки я вижу. Очень хороший салат. И свеженький. Мы на рынок забежим на несколько минут. Папа. Мама, я фрейд. Мама, я фрейд. Папа, папа. Сейчас, папа. Покажи. Нет, это большой. Не нашлось. Я в том году у него покупала. Так мне нравились, кстати, стрейчебл. Он кричит мне сейчас, мадам, тумору. Я хотела купить у Рама Кришны три камасутра ищу. Очень понравился запах этих агарбатия, палочек Камасутра называется. А еще, по-моему, Богдан говорил Ашо ему очень понравилось. Да, Аджа. Шерди баба. Мы просто сейчас чаю попьем. И Саша хотел купить что-то себе. Быстренько, быстренько. Thank you. Чай. И вот такие нам булочки купил Врахун. Своеные булочки с яйцом. А вот этот вот не остренький. I don't know. Вот бы это. Нам нужен один еще ножичек. У нас всего два ножичка. And this how much? No. No. Put in ten? Да. Hit now one knife. У нас просто иногда заходит, как вчера, вот Богдан, допустим. Приготовили блинчики. Приготовили блинчики. И резать. У нас всего два ножа. А людей больше. Вот. Поэтому они, конечно, не сервировочные эти ножи. Но пусть будет третий нож. петрол. Петрол. 97,78. Почти 100 рупий стоит бензин за литр. Люди с багажом, с чемоданами путешествуют на байках. Несколько, да, несколько семей, смотрю, с чемоданами подмышками. So many bikes. What they make? Там спортивные соревнования какие-то. Там, вот видите, там зрители сидят. Байки. В общем, а как это у нас называется, когда на байках Родео там всяческие? Как, наверное, называется байк Родео? Новые байки на продажу. ТВС, говорит, очень популярная. Марс ТВС. Хорошего качества компания. Мол Де Гуа. Мы с Оксаной пожалели. Мы не знали, что будет такая большая скидка на эти ритузы, так сказать, на чуридары. Мы даже пожалели, что не прикупили чуток побольше. Мне, наверное, нужны были еще бортовые, еще синие. вот в тонкой этой ковцы. Может, даже белые, не знаю. Все с чемоданами, все уезжают. Наверное, в воскресенье сейчас разлетаются, кто приезжал на выходные. Разъезжаются, разлетаются. Вообще, в воскресенье обычно трафика-то нету. Дорога пустая. По этому мосту байкам нельзя ехать. А почему? Пчело говорит. Пчело говорит. А почему нельзя? 50 км в час здесь ограничение. Это не позволено. Не позволено. Да, потому что это на высоте байкера. Если воздух слишком длина, они украдут. Поэтому байки не позволяют на байке. потому что говорит, мост высоко и ветром этих байкеров может тут уронить. Вот рива. Рива. Мандави. Мандави. А ты был в этих казино? Да, много раз. Я говорю, ты когда-нибудь был в этих казино? Много раз. А ты была в этих казино? А он меня один раз взял, говорит, через 10 минут она морду скривила, ей не понравилось. Ну, мне правда не понравилось. Мне что-то так-то скучно, неинтересно там было. и он же скучал тоже. Я играю в Олеге. Я люблю в Олеге. Если у тебя в шоке номер, ты победишь. Я говорю, что ты победишь? Ты победишь всегда? Нет, Нет? Ты выигрывал всегда? Он говорит, иногда? Ну, там платишь сейчас тысячу за вход за одного человека. Никаких телефонов, камер, ничего. Там обыск все кладешь в камеру хранения. Ничего с собой нельзя брать. Индийский флаг. Вот. Совсем молодец. Он, конечно, умеет наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Но там, значит, вот в эту тысячу что входит еда, шведский стол. Сколько хочешь, только туда и ходи, в этот ресторан. Но там один раз всего лишь мы поели, естественно. Я была в Монте-Карло. Монако. Монте-Карло, Монако. один раз у нас была школа, то есть наша школа ездила в евро-туры. Я уже в институте была, но в общем, эта школа так и учителя были все свои, но как бы нас приглашали. И мы у нас в евро-тур по Италии. Италии, Сан-Ремо, Монако. И нам разрешили зайти, то есть нам получать 10 евро. Вход и на 10 евро можно было сыграть. Но я не играла, можно было либо сыграть эту фишку, либо оставить. Я себе на память ее оставила. Зашла, посмотрела, но не играла. Лёк, понравилось? Да, спасибо. Рахул говорит, сегодня очень большой трафик. Почему-то. Может быть, они работают, что-то делают. Может быть, что-то делают. Или авария. Абсолютно. Потому что в это время никогда такого трафика не было. И велосипедисты тренируются. Смотри, много спортсменов. Басикл, басикл спортсмен. Дэй Мэйк Фодэм Роуд. Басикл. Наверное, какая-то велосипедная индийская команда тут проводит свои тренинги. Эта дорога ведет на Дудсагар. Водопад Молочный Океан называется. Тут это молоко, Сагар это океан. Дудсагар. Но я ни разу там не была. А вы были? Да, два раза. Красиво? Если бы я знала, что вы там не были, мы бы на Дудсагар поехали бы. Дудсагар очень хорошая, но дорога очень плохая. А, но туда дорога очень плохая. дорога очень плохая. 8 километров плохая дорога. Мы все время на поезде, когда едем, возвращаемся домой, то мы проезжаем Дудсагар. Я стараюсь поймать его на видео. И здесь трафик. Почему? Почему трафик? Куда? Саша говорит, мне нравится. Это машина Киа. Но нет хорошего контроля. Трафул говорит, что не очень хороший контроль. В смысле не очень надежные? Один из лучших контролирований Toyota. Лучше всего проконтролированные машины это Toyota. Так. Это Volvo, да? Какие-то красивые пошли районы. Мы где уже? Вот вот place Панаджи? Нет, здесь Ольго. Ольго? Ольго. Ольго. Сейн Брадзе Чёрч. Ольго, смотрите. Старый Гуа. Да. Мы заедем на обратном пути в церковь Святого Франциска. Мы там тоже наверняка не были. Хорошо, давай. Сейчас, сначала туда, потом туда. Сначала свадьбу. Ты сказала, что у вас было 570 гостей. И кто-то оставил комментарий. 570 гостей, а кто же организовывал и платил за эту свадьбу? Скорее всего, женщина, как в Индии принято. Проясни этот вопрос, мне это тоже интересно. Кто у вас платил за свадьбу? Я вообще ни за что не платила, кроме того, что мы поехали. У нас в Москве есть рынок садовод. Там можно найти всё. И за что я платила, это я покупала сама, что мне хотелось. Стакань, бокалы под цвет. У нас была подушечка такая специальная для колец. Причём у нас в Темпли нам её не вернули. Он её забрал. Ему, видимо, она так сильно понравилась. Всякие, ну там, мистеры, миссис, невеста. Ну, специальные такие декорации. Типа, да, декорации. Что ещё? Пригласительные. Ну, я их тоже покупала, отправляла. Он здесь всех, всем отправлял. Ничего ещё. Больше я ничего. Платье свадебное я сама покупала. А за еду, за фотографа, за автобус, который возил. Причём, ну, автобус он возил только наших, ну, моих, получается, родственников, друзей. 19 было из Москвы. Это всё он оплачивал. Я ни за что не платила. И там тоже был комментарий сегодня. Ну, мы когда поехали к вам, я думаю, надо посмотреть, может, что-то там. И там один мужчина написал, что, о, Альфонс, Альфонс, полная женщина, не буду там говорить конкретно, нашла Альфонсом. Ну, уважаемые зрители, если вы так думаете, это не значит, что это всё правда. И есть счастливые семьи, которые не касаются денег, чтобы кто бы не говорил. Ну, в вашей паре вообще Рахул работает. Я не работаю. Один день, выходной, воскресенье, вот они в воскресенье могут поехать в гости или увезти гостей куда-нибудь. Я не работаю. Я не Альфонс. Машина личная не на прокат, байк личный не на прокат. Сижу дома, жду мужа. И не ссорятся. Мы ни разу не ссорились до того, чтобы мы не разговаривали. У нас реально такого не было. И там то, что может полный или неполный. Ну, бывают какие-то сбои в организме. Это понятно, что, ну, просто всем доказывать что-то и всем рассказывать, но я не считаю нужно. У нас хорошая семья, у меня замечательные родители, у меня замечательные свекорцы, свекрови, братья его, братья мои, братья мне, а другие, ну, кто как хочет, пусть так и думает. И это официальный брак, и было две свадьбы. Одна в Индии, одна в Москве. У нас официально все. Нет, он не Альфонс, я тоже не Альфонс. Живем как живем, у нас все хорошо, все, больше ничего говорить. Ну, поправилась в Турногну, ей будет возможность дайбуку кухнею. Вот. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Прояснила. Он говорит, что там справа храм Латы Мангешкар. Певица, которая недавно умерла. Индийская. Она из этой деревни, и говорит, я думаю, что она построила там этот храм. Вот что хотел сказать. здесь она родилась. Где бассейн, не remember? Семен, подожди. We can see from there. Вашист. 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 гуру в своем доме. И когда Лахман был там, это было очень холодно. Это на мунте. Это Саши сейчас рассказывает историю. Мы просто вспоминаем, где мы были в Гималаях и вспомнили Вашист. И он рассказывает историю, откуда там вообще горячие источники. Вот. Лорд Рама пригласил Вашиста, как гуру, он был очень известный гуру, к себе хомлэнд, ну, домой. И Вашист make this weapon or what? No, у Лакшмана был лук и он пустил стрелу в землю и оттуда появилась горячая вода. и там в трех километрах в гору от Олдмонали есть такая вот деревенька Вашисты. Там горячие источники, в которых люди купаются. Женская и мужская купальня. Много мест откуда где из земли выходят горячие источники. В Японии, в Таиланде. горячие источники. Горячие источники. Да, и в Ладаре никого не видели. Пока еще не видели. Только обезьяны. Мы должны увидеть хоть кого-нибудь. В понедельник зоопарк не работает. Бондла. 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 Крокодил. И манки вон по крыше бегают. Машины. Крокодил нарисован, а манки настоящие. Олени. Где олень? Что, настоящий олень? Да, как так? Видели оленя? Нам нужен олень. Олень. Я думаю, мастер он уйдет. Он уйдет. Он уже уйдет. Он уйдет. уйдет. Только что был. Боже, я прорвану у него. Вон, вон. Вон. Подожди. Мерус. Словли. 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 А. Нет. Нет. Вон. Словли. Словли. Еще. 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 Вон туда, смотрите. вон туда, смотрите. Сейчас. I don't see. Вон. О, где-то, где-то, раны, раны. Да, да, да. Убежал. Теперь убежал уже окончательно. Убежал. Чего? Убежал. Убежал. Да, да. Ну, в общем, где-то там бегает олень. Ладно, сейчас увидим еще оленя. Да. Может, он сюда прибежал? Много. Убежал. Убежал. А здесь коттеджи, что ли? Мне кажется, это просто... Офис. Убежал. Приехали. Уже... В такой момент двигатель не могла взять